Так, еще. Хорошо, вижу две руки. Значит, еще маленький комментарий, на самом деле, по поводу национального корпуса. Одним из основных разработчиков, составителей и так далее национального корпуса был известный участник Википедии Дмитрий Сичинарова, он же Митриус. А у вас его, к сожалению, нет сегодня, но... Спасибо. Я воспользовалась тем, что вы сказали о корпусе, и у меня был просто скурный вопрос. Как вы считаете, с вашей точки зрения, если любой исследователь может создать свой эргистический корпус, А нужен ли корпус специальный, специальный терминологический корпус? Потому что та чехарда, которая творится сейчас в классификациях наук, в терминологических аппаратах наук, она приводит к тому, что очень часто тексты вот становятся псевдонаучными. Вот ваше мнение. Здравствуйте, но есть такой принцип у лицекографов, у лицекографов, у лицекографистов, что есть время хорошее комментизальное нецелопедие, а есть нехорошее. Когда в стране происходит революция, где меняется строй, в этот момент плохо издавать нецелопедию. Все, что много придется перечислять. Вон, что я решила о бумажных нецелопедиях. Но это только принциповательно. Вот чехарда не с отсутствием корпуса, а с тем, что текстов чехарда. И если мы создадим корпус, мы от этой чехарда не избавимся. Она просто станет нагляднее, что тоже хорошо. Потому что можно делать какие-то выводы на этом основании, рекомендательные. Но чехарда не уйдет. Я помню, что как раз такой мальзаводичный спорт с Лопалиным, создателем орфографического словаря, который меня действительно ввел много довольно новых слов, и решал орфографические проблемы, не очень понятные, не исходя из негистических представлений. Ну, скажем так, как все это блоги, двумя греют с одним. По-английски мы имеем горний блок, но перед суффрицами герой, перед суффрицами мгерой удваивается согласность. Там шоппинг, как писать. Вот, уважаемый мой коллега, он не смотрел на статистику. А статистика нам тоже важна. Поэтому, конечно, если мы ставим корпус, то мы создаем все возможности для статистики и для возможности для принятия решений, основанных на статистике. А не только на лейких фингвистических соображениях, которые тоже важны, но все-таки их надо увязывать со статистики. Так что, создавать корпуса разные нужно. Если есть энтузиасты, то, конечно, потом корпусами пользуются другие специалисты радиообласти. Но это не решит одним из махом пират вопрос с чехотовым термином, с проблемами бытового института. Хотел услышать Ваше мнение о дискуссиях, как в виде словаря, если Вы не заходили. Это первый и второй вопрос. И выбрали о всеобщем таком словаре, скорее всего, интерактивном. Вот, к примеру, в Украине есть такой модный информационный фонд, сейчас ведущая установка, которая разработала ее в принципе власти, они создали электронный ресурс, который получился и имеет достаточно серьезную клинику за счет того, что при переходе... то есть он не имеет, как бы, у него еще огромная основа, огромная основа, которая опирается на, ну, изданное словарение. И из-за этого у него как-то прошли некоторые ошибки. Возможно ли такие же, допустим, те же ошибки, которые часто возникают, тот же имя электронный ресурс, как витейный. То есть вот этот переход от изданного махи к электронному ресурсу, более, как бы, негативными, также ошибками, ну, если в этом такая группа. Да, ну, я, например, правильно даже понял, но давайте попробуем, попробуем. Как я отношусь к кислородам? Никак. Потому что, если, скажем, в Википедии я, так же, критически, но регулярно ей пользуюсь, то ни кислородам я, конечно, не пользуюсь. Ну, только когда я вот отсылаю, то в Википедии, что-то, как-то, сколько-то я нахожу, но никакой особой, особо полезной информации для себя не получаю. Поэтому, мне кажется, что, если мы говорим о виде технологии, или швырил технологии, как и ванной, то, кажется, словарь в Википедии для этого не очень беспособны. Потому что словарь – это в большей степени он делал профессионалов, чем, скажем, энциклопедия. Энциклопедия есть много разных интересных фактов. А словарь – это такая, конечно, интересная, компактивная регулярная работа. Мне кажется, что Википедии, в Википедии, в Википедии, в Википедии, в Википедии, в Википедии до конца все равно ничего не передано. То есть, все равно там есть только фрагментарное описание. И, ну, я никогда не ставлю задачу проверить качество этого словаря, или, как бы, искать какие-то ошибки. Возможно, их нет. Но тогда я не очень понимаю, в чем его особая ценность, потому что есть другие словаря, которые это содержат. А в нем нет завершенности, и я сомневаюсь, что она появится как-то. Вот, опять-таки, я скажу, на наших людях, которые этим занимаются. Но мне кажется, что словарь, который должен быть профессиональный. Там должен быть профессиональный дизиотектура, принциповно. Если некий... Ну, вот, Эрман Дикшин – это, конечно, исключение, но у него нет таких претензий, как у Википедии, у него нет претензий, если охвата. Он полезен именно на редких словарях. Слова типа «мага», из него можно выкинуть, никто не заметил. Но не полезен искать «мать» в этом словаре. А он хорош или этими словами законными, у которых еще, может быть, даже не устоялось значение, по-моему, интересное мнение разных носителей века. И что касается от Википедии, он ставит задачу абсолютно совпадающую с обычным словарем и решает ее все-таки как механику. Вот. И второй вопрос был про ошибки. Перепод от бумажной электронной угрозы вашей ошибки. Ну, она есть. Мне кажется, что ее не надо бояться. То есть, что вообще означает сегодняшнее состояние языка? Что появилось гораздо больше вариативности. И бумага, она фиксировала некую норму. Вот. Изгру слова. И значит, правильным является в словах написания. Рера это. А рера это неправильно. Бумага сегодня не успевает. Поэтому мне кажется, что если словари электронные существуют, они должны быть мобильными, быстрыми, успевать за современные языковки. И в этом случае возможности ошибки, ну, даже если там слова рекомендует блогер, писать не так, как бумажник один из словарей, то я не вижу эту проблему. Важно, что отмечено разное употребление. Мне кажется, что сегодня очень важно фиксировать варианты. А оценка же этих вариантов может быть разной. Даже внутри логистических сообществ, я могу сейчас объявить несколько разных словарей, дающие, скажем, разные написания слова «лево». Это именно маленькая проблема возникает. То есть, как только мы пытаемся ухватить вот этот убегающий язык, разбивающийся на наши глаза за хвост, и кодифицировать, то есть ввести новую, мы за это попадаем на предушную полицию. Может найтись и дилетант, и профессионал, который скажет, нет, здесь все-таки не так. Здесь, там, Гарина, и никто не изделий, здесь писатель не так. Ну, и не страшно, главное, что зафиксируем, мы зафиксируем любые варианты. Пусть ваши оценки, и не все согласны. Так что мне кажется, что сегодня гораздо более важно для лингвистов фиксация явлений, а не квалификация, не норма «это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно, это допустимо, это не допустимо». Еще не устоялось в языке, но зафиксировано очень важно. И если электронный слава, если тем просто не знаком, это делает, то и слава богу. Хорошо, мы как раз уложились более-менее вовремя, но опоздали сначала, по техническим причинам. Большое спасибо еще раз Максиму Алисиновичу.